Сегодня говорим с тобой про сложные ответы на свои же вопросы. Многие пишут мне о том, что Алена, вот не могу понять туда-не туда, менять-не менять, делать-не делать, как я шучу с нутрициологии, закислять-ощелачивать, непонятно чего делать, что менять. И находить ответы, реальные ответы в сложной, сложнейшей ситуации, это максимально задача ваша. И многие не могут научиться этого делать и считают, что ни туда, ни то, ни с тем, ни с этим. В общем, когда мы с вами говорим про вопросы и сложные ситуации, то вот в этом ролике мы с вами действительно-действительно поговорим об этом. Подключайтесь, вы на моем ютуб-канале, меня зовут Алена, я медицинский нутрициолог-психолог. И в этом ролике прям про сложные ответы. Бывают такие ответы, которые мы вообще сразу вообще не можем понять, из-за чего это происходит, как на это влиять, как с этим работать, как понимать, как действовать дальше. И начинаются вопросики, вопросики, вопросики. Например, сегодня я всегда вам провожу примеры с... Например, прошла консультация и я делаю резюме. И резюме такое. После не пойми какой десятилетней жизни девушка обращается с тем, что я не нашла себя, я себя потеряла и привыкла работать в найме, где платят немного и не понимаю, что дальше делать. Не хочу дальше оставаться в найме, но ничего не умею и финансов как бы нет. И вот бывают такие истории. Вторая история сегодняшнего дня – это девушка, которая серьезно болеет. И у нее лечение достаточно дорогостоящее. Причем она не какая-то попрошайка. Она пытается это лечение скомпенсировать, найти деньги и начать с ним работать чисто из своего, исходя из своего состояния. И вот такие вопросы, они часто приходят. Или, например, девушка, которая достаточно долго жила с близким человеком, забеременела, и он ее бросает. И вот такие вопросы, когда, а что делать, куда, чего, как. И начинается поиск какого-то гуру, человека, который тебе поможет, а он вообще не понимает, вообще часто не понимает, что ты чувствуешь, что ты думаешь, что там у тебя происходит. И почему ты хочешь что-то там поменять. И да, действительно, бывает так, что человек сталкивается с этими всеми моментами, и находить ответы на сложные вопросы не всегда нужно внутри себя, когда вам говорят «поищи внутри себя». Бывает там вообще нечего искать, а важно уже помогать себе. И когда мы с вами говорим про сложные, сложные вопросы, очень важно иметь хоть каких-то близких или каких-то людей, которым вы доверяете, у которых вы можете что-либо перенять. И сложные вопросы, они не решаются за один день, но очень важно с ними не уходить, не убегать. Многие убегают в алкоголь, в курево, в какую-то химию, которая отравляет внутренне и создает проблемы. Поэтому, когда мы с тобой говорим про восстановление, то очень-очень важно находить ответы на сложные вопросы либо через себя, свою внутреннюю энергию, либо через кого-то, через поток энергетический с человеком, с которым ты, в принципе, в каком-то симбиозе находишься. Но это не значит, что ты у него все перенимаешь, забираешь. Это значит, что он тебя выводит. Вывозит, грубо говоря, на себе частично и дает тебе энергию. А ты там уж сам все равно, ты сам будешь принимать решения. И все решения ты принимаешь из ситуации покоя. Лучше принимать это все в спокойном состоянии. Еще один момент. Находить ответы на сложные вопросы можно абсолютно реально, если ты понимаешь, чего ты сам хочешь, куда тебе нужно идти, что тебе нужно. И если не понимаешь, то могут происходить моменты, которые просто раздражают, раздражают, раздражают и не дают тебе комфортно себя чувствовать. Поэтому находить ответы на всякие вопросики, это супер важно для того, чтобы работать с собственной энергией. Как? Через кого? Обычно я говорю, что это или психолог, или психотерапевт, или доверенный. У меня нет клиентов, у меня есть, как я говорю, доверители мои. И да, так это работает. Могу сказать, что находить ответы на сложные вопросы можно только тогда, когда у вас есть еще система убеждений. То есть вы понимаете, как вы выбирались из плохих ситуаций, как вы умеете управлять или не умеете управлять. И это для вас супер важно. Пишите, как вы привыкли. Только умоляю, без каких-то уходов в себя, в какие-то вещи непонятные. Все должно быть реально.